Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня уже понедельник, 23 сентября 2024 года. Индексация пенсий – это событие, которого пожилые люди ждут целый год. Речь идет про Латвию, друзья. Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Спасибо вам большое. Посмотрите, желательно, конечно, до конца. Все поймете. Для получающих небольшие пенсии прибавка в 20, а то и 30 евро – заметное улучшение материального положения. Но вот налог. Как с ним? Разбираемся. Налоги с пенсии – кому платить и сколько. Пенсия увеличивается не только во время ежегодной индексации. Работающие пенсионеры, работающие, подчеркиваю, пенсионеры, платят подоходный налог. Перечисляют обязательные взносы социального страхования. Они имеют право на перерасчет пенсии. И кто работает после назначения пенсии еще несколько лет, порой заметно повышает ежемесячную пенсионную сумму. Но одновременно увеличивается сумма, превышающая необлагаемый налогом минимум, с которой высчитывается подоходный налог. Как разобраться с налогами с пенсией? Вот как же разобраться с налогами с пенсией? Об этом спрашивают многие читатели. Я ушла на пенсию… Вот пример. Сейчас пример, друзья. Давайте разберем мы с вами. Значит, женщина пишет. Пенсионерка. Я ушла на пенсию в 2019 году и два года назад устроилась на работу в магазин. Ну, так и хочется добавить. А куда еще? Ну, конечно, магазин или… Ну, куда-то. Ну, без разницы куда, друзья. В магазин она устроилась. Мне посоветовали подать в Государственное агентство социального страхования заявление с просьбой. Пересчитать пенсию, так как я работаю официально, плачу налоги. Сейчас до индексации моя пенсия составляет 482 евро. Слышали все, да, какая пенсия? Она ушла в 2019 году. 482 евро в ней сейчас пенсия. Сейчас с нее налог не взымается. Вы в курсе, да? Что взымается с 500. А если будет перерасчет? Она же работает. Я могу потерять в пенсии за счет налогов. И она на этот вопрос задает. Могу потерять? Потерять в пенсии за счет налогов. Под таким письмом могут подписаться тысячи пенсионеров. Ну, естественно, это же вопрос, друзья. Работающих пенсионеров у нас пруд прудит. Десятки, а то и сотни тысяч. Вы не ослышались. Сотни тысяч. Работающих пенсионеров, которые получают небольшие пенсии на грани суммы, с которой вычитается подоходный налог с населением. Порой из-за боязни вычета налога пенсионеры отказываются от работы. Имеет ли смысл, ведь все уйдет в налоги? Вопрос тоже, это вопрос был. Ведь все уйдет в налоги. Работающему пенсионеру надо обязательно подавать декларацию о доходах. Потому что налоговая служба делает годовой перерасчет доходов и часто оказывается, что пенсионер не доплатил подоходный налог. Не по своей вине. Пенсионер не доплатил подоходный налог. Как-то странно слышать, да? Не странно? Он не по своей вине это не доплатил. Но он работает, пашет. Такова система налоговых подсчетов по итогам года. Пенсионеры, которые долгое время получали небольшие пенсии, ниже не облагаемого подоходным налогом минимума, не всегда в курсе, как рассчитывается налог на пенсию. Для них это очень большие суммы, разъясняет юрист Ирина Савельева. Поэтому другие, другие и работать не шли. Все равно заработанное в налоги уйдет. Еще бытует миф, послушайте внимательно, еще бытует миф, что работающему пенсионеру не выплачивают пенсию. Или другой миф, зарплата выплачивается в меньшем размере. Это мифы. Государственное агентство социального страхования ВСА разъясняет порядок расчета для пенсионеров. На данный момент сохраняется введенный со второго полугодия 2022 года необлагаемый налогом минимум для получателей пенсии в 500 евро. Необлагаемый минимум, друзья. Я уже вам тысячу раз говорил. Теперь, наверное, кто нас смотрит, уже вы все знаете. С пенсионеров, не путайте, никаких там ни работников, ничего, а просто с пенсионеров. 500 евро не облагается налогом. Больше облагается. Ставка подоходного налога 20%. Пока, друзья, в этом году пока 20%. Послушайте дальше. Таким образом, если размер пересчитанной пенсии после пересмотра превышает установленный необлагаемый минимум 500 евро в месяц, если нет дополнительный льгот, то с суммы, которая превышает необлагаемый минимум удерживается подоходный налог в размере 20%. Повторяю, пока. В этом году еще пока. 20. Например, если пенсия была 500 евро и увеличилась на 20 евро, то за вычетом подоходного налога 20% отнимайте от 20 евро, а она вырастет на 16 евро. Тоже хорошо. Хорошо? Вам хорошо вот это вот? 16 евро. Если 20 вам добавили в 500. 4 еврика высчитываю. Будете получать 516. Но послушайте дальше. Тоже хорошо. Ладно. Это мы говорим о небольших пенсиях. Пенсии по тысяче и больше евро – это другая жизнь. Другие расчеты. Другие потребности. И, конечно, более оптимистичный взгляд на жизнь. Но по тысяче и больше. В свою очередь юрист советует работающим, подчеркиваю, пенсионерам просить бухгалтерию по месту работы поставить в электронную налоговую книжку ставку подоходного налога не 20%, а 23% в месяц. Я вас просил послушать внимательно. И говорил, пока 20%. А вот смотри, 23% надо ставить. Немного больше будут высчитывать ежемесячно из зарплаты. Зато, зато, внимание, при подаче годовой декларации будет меньше сумма недоплаченного налога. Меньше будет. Она будет, но она будет меньше. Сумма недоплаченного налога. Или вообще ее не будет. А может наоборот. Вот образуется переплата налога. Что приятнее? Переплата налога это значит что? Вам вернут деньги, друзья. Менсионеры, работающие. Вам вернут деньги. Не переживайте. Скоро, ну в этом случае. Скоро очередная осенняя индексация пенсии. Тут немножко осталось до 1 октября. Сегодня, повторяю, 23 октября. Ой, сентября. О, как время летит, друзья. Как летит время быстро. Как жизнь? Ой, недавно были молодые. Потом, да, дети. Потом юноши. Девочки, мальчики. Потом уже и пошло, и поехало. Вот уже и мы, и пожилые люди. Ну ничего, друзья, не унывайте. Жизнь продолжается. Скоро очередная осенняя индексация пенсии. И опять тревоги. Вы понимаете? А через чего это тревожится? Ведь индексация же пенсии. Надо радоваться. Вы смотрите канал, напоминаемый Женю Латвии. А, понятно? Все ясно. Спасибо. Те, у кого пенсия под 500 евро, ой, это считается астрономическая цифра, ой. Под 500 евро среди пенсионеров считается хорошей суммой. Переживают, что увеличат пенсию на 20 евро. И их же, их же, и отнимут в счет налога. Напоминаем, что в этот раз установлен индекс 1,0654 от 1,0654 до 1,1004. Это индексация такая будет. Это индекс индексации пенсии с 1 октября. В зависимости от стажа. Вот почему такая разница. Зайдите на канал, посмотрите. Я объяснял все по полочкам. Я неоднократно даже объяснял. Медленно, уверенно, доходчиво. Индексируется пенсия размером до 683 евро. С учетом страхового стажа и работы во вредных условиях, а также доплаты к пенсиям. Очень важно вот это знать. Очень важно. Слушайте внимательно. Большая просьба. Никого не принуждаю. Просто советую послушать. В настоящее время действуют следующие ставки основных видов налогов. Вот теперь разбираемся подробно, какие налоги будут. Ставки подоходного налога на жителя. Годовой доход, годовой, это значит за 12 месяцев, 20 тысяч 4 евро. Будет 20% налога. 20%. Если у вас до 20 тысяч 4 евро. Если у вас часть дохода до, вернее, от 20 тысяч 4 евро до 78 тысяч 100 евро, подоходный налог будет 23%. Если часть дохода превышающая 78 тысяч 100 евро в год, естественно, тогда сразу же налог будет 31%. Подоходный налог будет. Обязательные взносы государственного социального страхования составляют 34,09% от зарплаты. Работодатель выплачивает из своих средств 24,4%. А ставка взносов работника составляет 10,5%. От ежемесячных доходов. Ну и еще, друзья, присылайте письма по адресу. Я сейчас адрес буду называть. Кому непонятно, кто хочет еще точнее узнать. Присылайте письма по адресу. ЛВН дробь 1048 Рига, улица Мартыня 9, Латвийские вести. С пометкой. Книга жалоб и предложений. Или на электронную почту. Адрианова, Адрианова собачка. Знаете, буковка А такая. Адрианова собачка. pdc.lv. Если кто-то прослушал, пожалуйста, прокрутите. Послушайте еще раз внимательно. Адрес, адрес, если кому-то это важно. Кто-то хочет, то еще точнее. Повторяю. Вы послушали налоги с пенсии. Кому платить и сколько. И повторяю. Индексация пенсии уже близко. 1 октября. До 1 октября осталось совсем немножко. Неделя ровно. Вот дождемся. Посмотрим, сколько чего. Еще раз повторяю. Кто хочет точнее, я вам адрес дал. Книга жалоб, предложений и так далее. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Ну, я считаю всему населению эту полезную информацию. Не только пенсионерам. Как будущим пенсионерам. Все жители Латвии, либо уже пенсионеры, либо уже скоро на пенсию. Вот-вот. И сегодня-завтра выходить на пенсию. Либо в следующем году. Уже предпенсионного возраста у нас, наверное, половина населения. Ну и молодежи тоже, чтобы знать. Ну, читаем комментарии. Молодежь уже, говорит, не надеется на эту пенсию. Им это неинтересно, эти индексации пенсии. Ну, молодежи, вы понимаете, какой молодежи. Да. На этом буду заканчивать. Желаю всем здоровья. Желаем от имени нашего канала, конечно. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Поделитесь в социальных сетях друзья. Зрители, подпишитесь на наш канал. Напишите комментарий. Поддержку нашего канала. Ну, а по теме было бы еще лучше. Или просто поддержку нашего канала для развития канала. Здоровья, всем счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания, до следующих видео. Спасибо, друзья.